Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, как обычно, с 8 до 10 в эфире программа «Живые». Обычно по будням это происходит. Сегодня вторник, второй день недели. Неделя короткая, перед праздничная. Поэтому сегодня, я думаю, вы должны находиться дома. А с 1 мая, начиная уже и вплоть до середины месяца практически, тусовать по дачам. Так что очень надеемся на то, что внимание вы сегодня свое нам уделите. Итак, группа, которая пришла сюда, она немногочисленна и играет очень необычную музыку. Первый раз мы с ними познакомились год 2,5 назад на радиомаяк, по-моему, они к нам приходили тогда, еще программа «Живые», там начинала свою работу. Познакомлю вас с ними чуть позже. Есть у нас добрая традиция, прежде чем назвать имя коллектива и поименно их представить, музыканты играют свое первое произведение для того, чтобы музыкальную заявочку сделать такую, и чтобы вы понимали, она надо вам или нет, или, может быть, вам действительно стоит пойти заниматься своими делами. У всех же свои вкусы, правда? Итак, как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Живой звук» Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Фокал, гитара» Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Деталь» Делают они все весьма размеренно То есть ходят размеренно Общаются размеренно Поют размеренно Группа размеренного ритма И размеренного внутреннего мира Я могу с этим согласиться Но сами мы себя не считаем Очень размеренными людьми Но со стороны-то виднее, говорят, бывает Со стороны, говорят, виднее Но, наверное, это неплохой имидж, да? Размеренность в наши дни Вовсе неплохо Это совсем неплохо Как с нами связываться? Я сейчас сообщу Может быть, кто-то забыл А может быть, кто-то и не знает 4647 Это короткий номер для ваших смс 4647 Пишите свои Пробел А дальше все, что хотели бы адресовать коллективу Это могут быть вопросы Это могут быть эмоции Это могут быть впечатления Мне поначалу показалось Русский Депешмот Пишет человек Ну как? Сравнения сразу начались такие Серьезные, я вам скажу Готов Заявка Готовьтесь Заявочки, да Заявочки будут серьезные сегодня В сравнениях в группе Официальная группа ВКонтакте Работает для вас, естественно Официальная группа своего радио Там уже анонсик выложен давненько И название коллектива Синектохамон так выделено синим Это значит, что вы кликаете И оказываете у них в сообществе Это важно Потому что становясь частью этого сообщества Вы получаете всю информацию Об их концертах Альбомах Клипах Турах В первую очередь Это же важно Вы можете видеть Все, что в этой студии сегодня происходит Тут, правда, сегодня все статично Достаточно Никто таких плясать не будет Я уверен Девушек в хокошниках тоже Вы сегодня не заметите здесь Но понаблюдать за ними Со стороны Тоже, наверное, было бы Любопытно На сайте своего радио Своерадио.фм Сверху есть плеер В плеере слева Онлайн-аудио Чтобы просто слушать Справа кнопочка Онлайн-видео Это чтобы смотреть Кликая на которую Вот на эту кнопочку Синим кружочком Вы попадаете в картинку Картинку нам предоставляет Планета Ру За что спасибо Огромно На этой краудфайдинговой платформе Там же, кстати, есть чат Куда тоже можно Что-либо отписывать Ну, в общем, все Что касается коннекта Я сообщил А теперь вопросов пока задавать не буду А хочу попросить Следующую Сыграть вещь Потому что Люди, которые слушают Вот, например Ира написала Так и сижу с поднятой бровью Надо бы их немножко Чтобы либо вторая бровь поднялась Либо осадить обе Либо осадить обе Ага Да Как будет называться Следующая произведение Счастливчик Хорошо, пошли Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня Группа с названием Которая я рекомендую запомнить Синегдаха Монтак Поехали Бесконечная Прекрасная жизнь Конечно О, счастливчик Мне досталось Особых чин Быть слезой Больших мужчин Больших мужчин Тот, кто пришел Он вселился в тебя Вымыл грязные ноги В амуре Покажи, где Сменяет одну Другая река Роскажи, как умру я У-у-у-у, у-у-у У-у-у Сейчас невчак У-у-у, у-у-у У-у-у Сейчас невчак У-у-у-у У-у-у У-у Сейчас невчак У-у-у С-С-С- Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» 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 Он редко, но метко нас порол с сестрой У меня сейчас сестра есть Серьезно порол, что ли? Ну, нет, ну за провинности какие-то Ну, представляете себе Два ребенка Один мальчик, другая девочка Постоянно ругаются, дерутся, шутят И в какой-то момент Не хватает, я думаю, сил, терпения Вот То есть ты папа не оправдываешься, я уверен в том, что мой отец все делал правильно Я думаю, что если бы... С временем пороть ребенка это нормально? Знаете, сейчас уже нет Тогда... А лет 58 назад Можно было выпороть И не ребенка Но ты же молодой человек совсем В общем-то, твой папа где-нибудь может быть ближе ко мне по возрасту Сколько папе-то? 50 Ну, да, ну ближе ко мне, чем к тебе-то Естественно Я тебе скажу, что для меня, например, тоже как-то пороть ребенка не совсем принято Возможно, просто другой подход Нет, я просто так сказал, что порол Нет, угрожал Давайте так и говорим Вот, и да То есть ремень висел на видном месте Висел на видном месте В итоге ты закончил музыкальную школу или нет? Я закончил музыкальную школу И забросил скрипку на 5 лет Сейчас я ее снова достал Периодически на ней играю Сказал спасибо маме Сказал спасибо маме И даже сейчас использую в некоторых лайвах ее Ну вот видишь, как Все-таки родители правы частенько бывают Да Когда угрожают ремнем Или заставляют учиться играть на скрипке Вот сообщение Я тебе сейчас вам всем зачитаю, братцы Таня Маслова пишет После знакомства с музыкой синегдока Монтак Была в кино Услышала знакомые звуки в саундтреке к фильму Их ни с чем не спутать Фильм назывался Тоня плачет на мосту влюбленных Вопрос к группе Это первый ваш опыт сотрудничества с кинопроизводителями или нет? Нет, это не первый опыт Так получилось, что В 2011 или 2012 году Могу сейчас ошибаться, но это не столь важно Я познакомился с режиссером Антоном Коломейцем Который снял данную картину Тони плачет на мосту влюбленных Он, так сказать, подарил мне видеоклип Собственно, ручно Ну, в прямом смысле То есть он мне прислал видеоматериал На который была положена моя композиция То есть он взял без спроса, поставил композицию и потом прислал тебе? По факту, да Ты что сказал на это? Мне очень понравилось Я сказал ему спасибо И, в принципе, с этого все началось Мы начали общаться Более-менее И в какой-то момент так получилось Что это переросло Вот в какое-то сотрудничество Для этого фильма Но, помимо этого В принципе, мы с ребятами Этим и занимаемся Мы занимаемся, в первую очередь Работаем Как композиторы, звукорежиссеры и продюсеры На разных всевозможных проектах Визуальных, медиа и так далее Ну, давай тогда по ребятам приближимся Коротко Да, конечно Они какие-то так скромные Тихоня у тебя сидят рядом Ты болтушка, а они молчат сидят Савель Да Музыкальное образование какое? Никакого Спасибо Евгений Музыкальное образование какое? Долгое Ну, я занимался на фортепиано То есть, класс фоном И не закончил А чего так? Тоже очень коротко Слишком долго, 7 лет Мне показалось, что это Слишком долгий путь Ну, а родители ремень на видном месте Не вешали у тебя в твоей семье? Вешали Ну И пароли И что же? Тоже пароль Пароли Потому что все поротые Поротая группа, да Такое время было Поротая группа зенегда комодок Какой кошмар Так Я считаю это нормальным, кстати Пороть? Да Серьезно? Да Сына Так, ну-ка подними-ка микрофон А потом он будет благодарить За что? За то, что я заставил его заниматься, допустим, музыкальным инструментом Ты уверен в этом? Вот я благодарен своим родителям за то, что они заставляли Не заставляли? Нет, наоборот, заставляли Ну ты же бросил? Бросил Да Как плохо заставляли, получается Моё конфо оказалось сильнее Но я всё равно благодарен, что я занимался Это дало Дал свой Так сказать Ну результат есть Результат, да Поэтому я считаю это нужно делать Ну у детей нету своего внутреннего костя Как это сказать? Костяк внутренний, да? Его нету, стержня внутреннего Поэтому сейчас, а сейчас в нынешней ситуации молодёжь вообще очень распущенная, я считаю Поэтому, наоборот, нужно родителям проявлять Ты-то в предпенсионном возрасте, конечно, понимаешь уже про молодёжь Всё, естественно Распущенная молодёжь совсем Только пороть и надо, иначе как? Смею внимание, что это мне не непосредственно Евгения У нас разные представления об этом Культуру надо прививать Культуру надо насаждать Женя Пробивной Он, мне кажется, знает, что он говорит Я надеюсь Ну, понятник Спасибо тебе большое Спасибо огромное Так, сейчас скажу, как зовётся Лилу Би, 67, так зовётся человек Как музыканты... Лилу Би? Лилу Би 67, а что? А, ничего, давайте послушаем Латиницей написано Нет, да, я даже представляю, что там сейчас будет написано Как музыканты называют свой стиль музыки? Ты это представлялся? Нет Вот видят, как ожидают Есть просто такой музыкант в Америке, в Лос-Анджелесе, да? Да Ну, вряд ли это он Лил Би Ну, конечно Слишком правильно по-русски пишет без ошибок У нас была такая просто определённая Метафора с ним связанная Но пропустим В общем, какой был вопрос? Как вы стиль свой называете? А, как стиль называете? Ну, я думаю, что ни один, кстати, музыкант нормально не отвечает на этот вопрос И правильно Значит, у тебя тоже нет ответа, и слава богу И не надо Мы тоже не делим музыку на стиль Либо это хорошая музыка, либо... Мне кажется, это дело, сформулировать название стиля или жанра Это задача прошлого века, мне кажется Мне тоже так кажется Сейчас всё синтезировано Сейчас всё очень много перемешивает Друг с собой, друг с другом Поэтому уже стиль никакого, в общем-то, не определишь Ну, человек спросил, я решил задать вопрос, понимая, что на него ответ всё равно не получу И даже... и хорошо Давайте петь дальше Что это будет? Это будет композиция Степлера Как всегда, напомню, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня сегодня некий документ Поехали Ты работаешь за по пару монет Уничтожительно уверен, больше не было и нет Подпиши договор, фаркнул кровь Системы офисный флёрт Офисный флёрт Я вижу, как поднимается сталь Но я давно всех простил Я давно всё проспал Люби меня Государственный друг Положи серый флаг Субтитры подогнал «Симон» Работы и труд строят Дом без костей Всем счастливую Старость и здоровых детей Но я хочу танцевать На столе босса Жёсткий стиль Незапный, как корк износа Я вижу, как поднимается сталь Но я давно всех простил Я давно всё проспал Люби меня Государственный друг Положи серый флаг На мой честный труд Работы и труд строят Дом без костей Всем счастливую Старость и здоровых детей Но я хочу танцевать На столе босса Жёсткий стиль Незапный, как корк износа Я вижу, как поднимается сталь Но я давно всех простил Я давно всё проспал Люби меня Люби меня Люби меня За что-нибудь Любби меня Люби меня За что-нибудь Люби меня За что-нибудь КОНЕЦ — Люби меня за что-нибудь? — Да. — А разве любят за что-то? — Нет, конечно, это идиома в данном случае. — Ну, идиомами-то, в общем, ваша музыка полна по определению, не только в текстах, но и в музыкальном сопровождении. Я это, конечно, понимаю хорошо. Но давай поговорим об этом тоже. Просто любопытно стало. «Люби меня за что-то». Дружить можно за что-то? Ты же согласен с этим? — Я согласен, но я бы рассматривал, опять же, песни — это определенные контексты. Да, то есть под ними есть определенный бэкграунд. Даже если его нет, он в итоге сам создается. — Хорошо, какой бэкграунд под этим? — Знаете, тут это, наверное, единственная песня, которую я, в принципе, писал в лоб. — Кому? — Людям, с которыми я работал. — То есть ты этой песне хотел что-то сказать конкретное? — А я и сказал. — Нет, конкретным людям я имею. — Конкретным людям я сказал, да. Мне кажется. Во всяком случае, я думаю, что те люди, которые это услышали, что-то поняли. А если нет, то мне хватило самого, так сказать, этого испобедального момента. — То есть ты сделал дело, а там дальше сами понимаете, как хотите. — Да. — Вот так. — Да. — Хорошо. Юлия Усова пишет. Вопрос задает. Большое ли значение придаёте текстам песен? — Да, конечно. — То есть насколько большое? Насколько больше, чем музыкальным сопровождением? — Одинаково. И музыка, и текст, да. — Мы же пишем песни, да? То есть мы занимаемся... — Это понятно. Песенным творчеством. — Песенным творчеством. Просто сложно было бы... Извините, что перебил. Я думаю, сложно... — Меня можно сколько угодно перебивать. — Сложно было бы сейчас тоже говорить о каком-то равноправии текста и музыке по сравнению друг с другом, если мы говорим про песенный вариант, да? То есть про песенное творчество. Я работаю так. То есть у меня текст настолько же важен, сколько и музыка. И отдельно я их тоже не представляю, потому что взять, например, мои тексты и называть их поэзией — это плохо. Так нельзя. То есть я не считаю это поэзией в прямом смысле этого слова. Потому что этим занимаются другие люди, и они знают толк. То есть, грубо говоря, этот текст бы мог существовать без меня, тогда это можно было бы назвать поэзией. Без музыки, без меня, просто на бумаге. Конечно, я сейчас немножко общу и немножко размыто говорю, но так или иначе, я думаю, что нужные люди поймут, что я имею в виду. — Ты говоришь совершенно правильное слово. — То же самое с музыкой. То есть в этом симбиозе как раз появляется... Я занимаюсь языком, получается, да, вот этого. Своим языком, пытаясь свой язык вырабатывать. То есть не могу сказать, что у меня цель — выработать свой язык, но я этим занимаюсь в принципе. — Ну, на самом деле, вот как раз история с вами связана. И когда я слушаю вас, я понимаю, что неважно, на каком языке ты поешь. Вы поёте по-русски, но ощущение иноязычности всё равно возникает. — А почему вам такое слово? — Это эмоции. — Эмоции, да? — Это не более чем, да, на таком уровне эмоциональном. Очень многие музыканты, кстати сказать, такие серьёзные взрослые музыканты, гордятся тем, что их подопечные, если они продюсируют кого-то, или они сами поют по-русски, а ощущение такое, что это английский, ну, то есть настолько распевно получается и настолько без всех вот этих всех дел, которые есть в русском языке, что если человек просто не понимает, плохо знает русский, он может решить, что это английский. А, скажем, человек, владеющий английским языком, начнёт прислушиваться, предполагая, что это английский, но ничего не понимая, и всё равно ему будет кайфово. Вот в этом смысле здесь как раз попадание полное. Так вот, Юль-то не всё ещё спросила. Название группы наводит на мысль о игре слов и смыслов, но пока не успела вслушаться. Почему именно русский язык? О, кстати. Почему не английский? Вот она прям с языка снимает. При первом прослушивании от музыки возникло такое впечатление, ожидание звучания на английском языке. Возможно, ошибаюсь. Ну, вот что называется, не один я это услышал. Я всегда писал на русском. Я могу писать на английском языке, но мне интереснее русский язык в моих песнях. И мы это, по-моему, делали ещё как раз с 2010 года. То есть занимались именно русскоязычной музыкой. Буду ли я писать по-английски, наверное, в формате синегдохи нет. Нет. В формате нашей группы нет. То есть хотелось бы всё-таки... Понимаете, вот можно говорить общо, что всё может быть чем угодно сейчас, всё может друг на друга наслаиваться и превращаться во что угодно. Но иногда, когда ты создаёшь определённую рамку, у тебя появляются определённые лимиты меры, которые я считаю очень важны, в принципе, в музыке и в любом произведении искусства, если это не использование как раз отсутствия меры в каком-то произведении. Я считаю, что определённая рамка, вот не буду я петь по-английски в формате этой группы. И буду тянуть какую-то линию. Позволит потом выстроить лично для меня потом как раз этот самый рост. Я пойму, куда я ушёл, что я сделал, куда ветви поросли. Хорошо, но вот за то время, сколько существует группа, мы вас подхватили, получается, в 2012 году, когда вам был годик с небольшим, вы тогда ещё маленькие были для группы, но только-только начинали. Сейчас вы уже повзросли, или сейчас вы уже немножко подросли, и опыта набрались, и песен новых понаписали. Об альбомах поговорим, да? Да, поговорим. Так вот, куда выросло всё это дерево, о котором ты говоришь, за это время? Выросло для... Ну, во-первых, я думаю, что для аудитории что-то поменялось. То есть у меня есть такое ощущение, что на нас сейчас ходит больше и слушает больше людей, чем раньше. Ну, это, может быть, вполне логично, просто, в принципе, время идёт и меняется. Но сейчас такое ощущение, что мне просто иногда люди пишут, да, и они пишут такие вещи, мол, что вот они вот под этой эгидой как-то живут, то есть они живут под эту музыку. Понятное дело, что это может быть такая громкая фраза, да, и так далее, но люди это пишут, не один человек, несколько людей. Никто за язык не тянул, да? И, в принципе, у нас как бы нет такого момента. У нас нет вот этой амбиции, чтобы ну-ка, говорите о нас, а ну-ка, услышьте нас, да, то есть мы понимаем, чем мы занимаемся, да, и это всё в... В этом есть какая-то определённая, может быть, сверхмиссия лично для нас, нежели чем для раскрутки или поворота на 360 градусов в коммерцию или в Индию, в совсем музыку. Но так или иначе, за это время, да, все эти ветки, мне кажется, поросли в каких-то людях, которых абсолютно совершенно новое сознание, абсолютно новое восприятие музыки как таковой, да, и мне кажется, мы им нравимся. Я надеюсь, что мы им нравимся. Ты сейчас очень скромно. Нравится, конечно. Вот ваши поклонники стали появляться здесь сейчас в переписке. Люди действительно говорят о том, что практически живут под вашу музыку, получают огромный заряд бодрости. Огромное им спасибо. Да, и совершенно новых эмоций. Поэтому всё в порядке. Дерево дало правильные плоды. Те плоды, которые, надеюсь, сегодня попадут ещё в чьи-то души, как в распаханное поле. И прорастут там сейчас себе поэзией займёшь. Давай поэзию тебе отдам. Что будет дальше? Далее у нас будет композиция «Медведь». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Напомню, здесь сегодня коллектив с названием Синегдоха «Монтак». Поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! По всём величии, на годы я должен успеть сделать что-нибудь правильно. Самое быстрое чувство тебя, это в детском саду мы хороним. Жадно дышавшую рыбку и несказанной с детского рта. Жестоко и честно давилась улыбкою. Это всё, что я должен был знать о себе тогда. Это всё, что я должен был знать. Это всё, что я должен был. Это всё. Я когда-то был игрою, Ёлочной игрушкой в воде. Я медведь, я стал собою В своём брюшевом распятии. Не люби меня всегда, По существу всё пустое и устное, И на стене кто-то вырезал слово, Такое гнусное, гнусное слово. Субтитры создавал DimaTorzok Вся твоя родня, Лежит на дне воды. Сколько мне идти с этого дня в другие дни. Знают рыбаки, Я не ловили нас на крестик, Мы ломали лёд. Я вас всех люблю, Но это ничего не даёт. Рыбка жалко очень. Я сейчас представил себе рыбку, Которая жадно пытается дышать. А дети же они, да, действительно. Я тебе скажу, лягушек надували? Да. С олуминкой в попу. Ой, что творят дети. Пороть надо детей. Пороть. Я теперь за 40 минут пришёл к этой мысли. Пороть надо, когда видишь такие ужасы. Ирина Титова пишет, Я вот сижу и встать не могу. Аж к дивану от кайфа припечатала. Вы безумны, браво. Спасибо. Ну, после рыбок-то, конечно, только об этом. О безумстве нужно поговорить. Храбрых, прежде всего. Вот тоже мне нравится, Валерий. Первый раз услышал группу. Сначала не понял, но начал втягиваться. Вот, вот. Работает, да? Давай об альбомах. Мы начали было. Сколько альбомов у коллектива за это время? У нас, получается, один альбом и два EP. То есть, первое остранение — 2010 год. 2012 — внеклассное чтение, которое мы выпускали на лейбле «Снегири». А вы же под лейблом ходите, простите. Нет, нет, нет. Уже всё вышло из «Снегири». У нас был один релиз как раз у лейбла. И следующий релиз у нас был, в принципе, своими силами, но тоже под дистрибьюцией одного из московских столичных новых мест — «Пауэрхаус». Там мы издали как раз «Лебединое мясо». на нашу последнюю пластинку. Какая нежная история. «Лебединое мясо». Кто-то говорит, что не нежное. Говорит, вот когда мы придумали название... Лебедь — птица нежная. Естественно. Значит, и мясо нежное должно быть. А говорят, горькое. Так я же... Я же та же самая метафора. Я понимаю. Я понятное дело. Представляете, лебедь и его мясо. Сейчас на нас кинутся, конечно, люди. А я им рыбку напомню твою, которая жадно дышала. Ничего. Для синяк дыхе это нормально. Такие метафорические истории. Звучит непривычно, но любопытно, пишет Григорий Груз. Ну, естественно. Это очень необычно. Я предупреждал об этом. Где вы концерты даёте? Скажите, для какой аудитории? Это клубные какие-то? По-разному. Бывают фестивали, бывают клубы, бывают, получается, на радио тоже. Ну, это понятно. Вот у нас сейчас как раз будет концерт в клубе «Шнадцатон» 4 мая. 4 мая, шестнадцатон во сколько? Начало 8 должно быть. Человек уже трижды написал, что Питер по вам скучает. Были в Питере? Да, мы играли в Петербурге, в клубе «Биржа». Нам очень понравилось. Мы вообще в Петербург очень редко ездили. Получается, это был наш третий раз в Петербурге. И это был один из самых лучших концертов именно для северной столицы, потому что, когда долго не видишься, встречаешься с людьми, которые на тебя ходят. И в Петербург, на самом деле, знаете, ведь там большинство концертов проходит стоя, столбом. Люди стоят столбом, и ничего не происходит. И не вкуривают, да. Не вкуривают. Такое бывает. Господи, нам очень повезло. У нас люди... То есть я потом после концерта даже мне хотелось с каждым познакомиться, поговорить, потому что была потрясающая задача. С каждым из трех? С каждым из трех людей на нашем концерте. Сколько народу пришло, скажи. Я не знаю, но... Ну, примерно. Примерно. Человек 70. Это очень хорошо для Питера. Для Питера, для нас это очень хорошо. Для Питера это очень хорошо. Питер не тот город, в котором собрать 100 человек в зале, это уже проблема. Я уж не знаю, почему так повелось, но вот как-то так в клубе. Это собрали большой зал. Ну, может быть. В общем, я говорю спасибо Петербургу. Всем привет, ребята. Мы приедем рано или поздно. Так нет, ты не договорил. Они что, не стояли столбом? Они сидели? Нет, они стояли и сидели. И я видел отдачу. Я видел максимальную отдачу. Дорвались люди, наверное, не знаю. И в конце лайва мне хватило духу пробежаться и раздать всем Петюня. Всем? Всеми-десяти? Всем, всем. Не всеми-десяти. Петюня ты объяснишь, что раздать. У нас не все видят. Уважаемая радиослища. Петюня, это когда ладошка в ладошку вот так. Ну да, да, да. Ну а то, что ты же понимаешь. Мы дали всем пять. Ну, тем, кто попался под руку. Пробежался и раздал всем Петюня. Да. Ты, конечно, показал, но в картинку смотрят не все. Мало ли, остальные что подумали. Что-то там раздавал кому. Тут вот народ очень требовательно относится к тому, что происходит в студии. Спрашивают про барабаны. Ну, про Пет. Иди сюда. Или нет. А знаешь что, давай сделаем это по-другому. Ты сиди там, а я попрошу тебя сейчас издавать какие-то звуки, которые вот эта твоя сковородка издавать умеет. Но это давно уже стало, мне кажется, совершенно обыденной историей. Электронные барабаны, Петы. Но люди, оказывается, видят не всегда. И не часто, видимо, такие штуковины. Покажи, пожалуйста, что эта история умеет из себя извлекать. Какой звук? Например. Красиво. Так. Так. В принципе, у него одного достаточно гитара не нужна. А ещё какие-нибудь особенные? Там кнопочек у тебя много. Так. 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 А, скажем, обычный барабан, ну, привычные звуки барабанной установки, она же тоже извлекает из себя, правда? Или ты этим не пользуешься? А. Я могу ответить за Женю то, что мне кажется, что на пэдах играть звуки живых барабанов, это неправильно. Нет, это неправильно, но она же умеет это делать. Нет, конечно, она умеет это делать, но мы этим не пользуемся. Ты даже не знаешь кнопку, которую надо нажать, чтобы она это извлекала. Я понял. Не говори, не надо. Ну, в общем, это мы ответили на вопрос людей, заинтересовавшихся вот этой сковородой. Роландовская замечательная история. Кстати, в свое время они были безумно популярны. Потом как-то отошли, а потом опять появились уже в коллективах для того, чтобы не просто бумкать, а как-то вот обыгрывать всю эту красоту. Давайте дальше петь. Что это будет? Да, это будет романс. Как всегда, так и называется романс? Да. Живой звук в программе. Живые. Здесь сегодня атмосферная группа Синегдах и Монток. Поехали. Синегдах и Монток. 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 Вы как звукорежиссер этим занимаетесь? Нет. Мы работаем как композиторы. В данном случае я работаю как композитор. Саунд дизайн. Да, саунд дизайн. И Савва является, так сказать, мозгом, например, нашей компании. Мозгом. Мозгом. Мозг. Савва-мозг. 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 Савва-мозг шестак. Так теперь надо называть. Ну, в каком смысле мозг-то? Савв, ну сам поговори немножко со мной, пожалуйста. Ну, я как-то устал просто. От чего ты устал? Ну, после работы как раз. И обратно тут даже и поедем сейчас. После эфира. Вот. Ну, люди должны понимать просто, что такое саунд продакшн. Ну, сейчас, допустим, мы делаем музыку и саунд дизайн для презентации нового Мерседеса в Шанхае. То есть там будет, как бы, большое такое событие. Почему китайцам, а не своим? Своим тоже делаем. Просто почему-то так повелось, что все, что выходит на автомобильном рынке новое, естественно, начинается, как ни странно, с Китая. Ну, самая большая просто по населению страна. Ну, видимо, да. Сразу хотят заполонять этот рынок, чтобы понять, что... Остаточек-то куда можно кинуть? Куда? Да, в Россию куда. Окей. То есть это будет рекламный большой презентационный ролик, в котором ваша музыка. Ну, да. То есть это даже больше световое шоу, как бы. Световое шоу? Да. Вы же аудиопродакшн. Да. Мы работаем просто с другими продакшнами для этого светового шоу. Да. Как у вас все запутано. Да. То есть, получается, это даже не ролик будет. Это будет презентация автомобиля с вашим светом, звуком. Нет, нет, с нашим только звуком. Звуком. А свет чей? Есть такая компания Сила Света. А, то есть они вам... То есть вы вместе с ними это делаете? А вы МЭРС-то этот видели? Да. Ну и как? Большой. Да ладно, большой, красивый? Ну да. Большой, спортивный, красивый. Нам не по карману. А китайцам по карману. А китайцам по карману. Ты понимаешь, как жизнь нас тяжело разбросала всех. Китайцев китайцам нас в России. А что, что? Женя, иди ко мне, пожалуйста, подойди поближе. Ты-то чем кроме вот пэдов занимаешься? Парни уже понятно, они занимаются такой, я бы сказал, не пыльной работой, но очень творческой. Ну, все перечислять это очень долго. Ну, хотя бы часть. Ну, остановимся на том, что я разрабатываю сайты. То есть я айтишник. Угу. Этого хватит, ты считаешь? Можно продолжить. Давай. Занимаюсь фотографией. Так. Фотографирую иногда свадьбы. Если мне очень нравятся люди, с которыми я... Если нравятся невесты, я фотографирую свадьбы, да. Так. Да. Вот. Музыкой занимаюсь. Это как? Ну, играешь? Не в одном коллективе. А в каких еще? В других коллективах. Ну, так можно поделиться. Да. Я долгое время занимался в театре-студии Дали. Это детская театральная студия. Десять лет. Там же я был художником по свету. Угу. Это очень долгий разговор. Угу. Давай, давай. Вот. И с художественным руководителем мы, когда уже студия закрылась, так получилось, к сожалению, организовали музыкальный коллектив. Дали Бэнк называется. Угу. И очень долгое время играли по детским домам. Вообще. Ну, это детская музыка, которой, в принципе, очень мало. Ее даже практически нету. Особенно в живьем. Вот. Качественная. И мы играли, играем для детей. Вот. И сейчас иногда выступаем, по России ездим. Вот. С многими детскими фондами сотрудничаем. Государственными. А ты на чем там играешь? Я играю на кахоне. Это перкуссия. Точно? Слушай, ты сейчас вот это перкуссия. Это я для слушателей. А, да. Эти слушатели тоже знают, что такое кахон. Уже привыкли к этому. Еще три года назад мы только-только обучались о том, и теперь все... Да. Я за него сел лет, так, шесть, наверное, назад. На него. Да, на него. Тогда никто об этом, конечно, в России практически не знал. Я один из первых, кто вообще купил. Вот. У меня просто знакомый есть, в котором магазин свой. И который как раз вот только их привез. Я к нему приехал в магазин и увидел эту коробку. Слушай, какой ящик для апельсинов. Да. Для мандаринов классный какой ящик. Я так и спросил, что это за ящик. Вот. Для мандаринов, да. Мне понравилось и пошло. Угу. Вот. Поэтому... Все в России стали покупать кахонное, ты заметь. И сами делать, да. И сами делать, да. Ну, в общем, ты человек многогранный. Очень. Не зря пароли, я понял. Спасибо тебе большое. Я почему об этом спрашиваю? Ну, просто потому, что музыканты, люди мало того, что творческие, они все-таки должны еще и кусить на что-то. Правильно? Ну, как-то питаться и жить нужно. И чаще всего музыканты в России... Ну, я сейчас говорю о молодых интересных музыкантах. Не попсовых, которые... Ну, понятно, да, о чем мы... Не хочу сейчас как-то грубых слов... Под вашу музыку какие-то грубости даже говорить не хочется. Да. Так вот, они все равно вынуждены как-то работать и зарабатывать себе на жизнь. Хорошо, что ваши профессии, которые позволяют вам жить, они тоже творческие. Это еще клево. Да, нам очень приятно, что это пересекается. Клево, клево. Мне тоже это нравится очень. Значит, сейчас я прочитаю вот эту латинскую. Миш... Так. Миша Елизаров. Одним словом, с двумя в конце. Савва. Ваша музыка сравнима с воздухом. Без нее больше года. И за дня в день не могу вообще приезжать и в Архангельск. То есть вы катались и в Архангельск? Дорогу на Архангельск. В Архангельске были уже? Нет. А, то есть этот человек просто вас зовет? Да. А где вы бывали за это время? Просто интересно, где вы давали уже концерты? Петербург. Петербург. Тула. Тула. Прага. Прага. Никола Ленивец. Подмосковье. 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 Ну, фестиваль там был. И... Ну и все, да? Получается, что все. Как-то мало. Надо больше. Да, конечно. Надо больше. Надо больше. Это я сейчас обращаюсь к продюсерам. Мало ли. К людям, которые занимаются концертной деятельностью. Обратите внимание на этих парней. Они создают атмосферу. Ту, которая в вашем городе никто другому не подвластна. Просто атмосфера. Правильно я сейчас верно сказал? Ну, я хочу верить в это просто. А я в это уже верю. И давно. Значит, Лекс пишет. Я поняла, как они воздействуют. Сразу на подкорку мозга. Они бьют по нервам мощным гитарным запилам. И это круто. Пишет Лекс. Спасибо. Значит... Хороший вопрос. Iron Maiden задает. Ну, человек так зовут. Iron Maiden 22. А вы согласились бы выступить на разогреве у Depeche Mode? Скажи нет. Тебя страна зауважает. Пускай они у нас на разогреве играют. О, не-не. Я, пожалуй, воздержусь. Я не знаю. Я думаю, что Depeche Mode вообще это нафиг не нужно. Дай тебе Бог здоровья. Вот так вот. Знай наших. Вот как наши музыканты отвечают всяким там западным. Нафиг нам он не нужен. Ну, не настолько. Мне, кстати, очень нравится группа Depeche Mode. Да мне тоже. Но нафиг нужно перед ними играть. Правильно? Им уже вообще ничего не нужно, в принципе. У них и так уже все есть. Еще их разогревать. Так. Дружит ли группа с другими коллективами? Если даст, то с какими? Мы дружим с группой ХИК. Это Саша Виноградова. Угу. Очень хорошая певица. Вот. С группой Надя. Угу. С Надей Грицкевич лично я дружу. В ротацию. И мы вот планируем сейчас как раз сделать что-то вместе. Чудесно. И, в принципе, мы сделаем. Чудесно. И надеюсь очень скоро. Сразу звоните. Пишите. Давайте знать, когда сделаете. Надя в ротации своего радио, поэтому будет любопытно послушать, что же вы сделаете вместе. А мы нет? А вы пока нет. Ай. Фонограммы у нас. А вы пока нет. А есть ли у вас фонограммы, которые можно? Нет. На самом деле, ну как. Вот и все. Берите, что хотите. Давайте закончим сейчас чем-нибудь. Что это будет за... Это будет, кстати, вот к разговору о Наде. Мы, в принципе-то, так более тесно познакомились на мероприятии, посвященному юбилею Вертинскому. Вот. И там мы исполняли песню «Ваши пальцы пахнут ладаном». И вот Надя, насколько я знаю, исполняла то, что я должен сказать. Вот. И вот у нее сейчас в репертуаре, насколько я понимаю, эта песня играется. А вот у нас вот эта песня играется. Такой маленький коннект. Давай. Давай. Сконнектимся. Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня Синегдах и Монтак. Погнали. Ваши пальцы пахнут ладаном. А в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо вам, никого теперь не жаль. И когда в весенней лестницей Вы пойдете в дальний край, Сам Господь по белой лестнице Поведет вас прямо в рай. Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тебе понравится моя страна, хотя ты ей всем сердцем не нравишься. На дне дня явилась Мария со звуками праздника. Явилась, в чем мать родила, словно буквою А, буквою Я, Лишь девичьих чувств, азбукой. Понимай это со мной, понимай со мною, я хочу видать глаза своих героев, А если героинь, то что-нибудь другое, принимай это я. Перепутаю слова, все слова другие, помолитесь от меня, чтобы стыдно было, если есть места, усади меня за стол, я узнаю лица. И полностью стану тобою Родина в родинках. Парады, позоры матери ждут в метелях узорах лебединок. Чудо крестного царства небеса. Водички. Дайте водички. Это конец песни такой. Самый неожиданный и необычный конец песни. Но это Синек Дахамонток, и у них, в общем, может быть все абсолютно. Напомню, сегодня здесь очень необычная музыка и очень необычное творчество. Коллектив, за которым мы послеживаем достаточно давно. Первый раз они были в программе живые два с половиной года тому назад. И тогда группа, ну, будем считать, только начинала свой творческий путь. Сейчас уже четыре года. Я всегда говорил и буду повторять, что настоящее становление у коллектива случается лет через десять. Лет через десять. Это правда. Уже проверено неоднократно, что группа может биться, 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 работать, не стоять на месте. А вот где-нибудь ближе к десятому году на эту группу начинают обратить внимание более серьезное количество людей и более серьезные промоутеры. Вот так складывается, как минимум, в России. Поэтому у вас еще путь есть. Готовьтесь к тому, что вам придется еще себя доказывать неоднократно. Но я думаю, что процесс творческий вам всегда интересен, правда? И доказывать себе, и другим, и окружающим пространством, что вы достойны большего, это всегда, мне кажется, очень полезное занятие. Ну, по вопросу достойны, недостойны, что-то мы, наверное, вряд ли сможем решить сами. Ну, раз вы здесь, значит, достойны. Ну, чего-то точно достойны. Все чего-то достойны. Вот. Как в минус, так и в плюс. Вот. Я был достоин закашляться. Ничего. Такое дело. Ты знаешь, народ пишет по этому поводу, живой звук, однако. Ну, это же естественно. У нас как раз все по правде, в этом и прелесть. Тут, кстати, как-то не помню. Лекс, что ли, написала по следам, так сказать, более необычного каверна, или более необычного, вернее, исполнения Вертинского. Вот, самый необычный каверн Вертинского пишет. Ну, исполнение Вертинского, которое когда-либо слышала. Никогда не думала, что Вертинский может звучать так, пишет Лекс. Лекс, вас ждет сейчас, ну, чуть позже, еще один сюрприз. Я уж точно знаю, что вы никогда даже не предполагали, что подобное может так звучать. Я даже не знаю, что это, потому что никогда этого не слышал. И сочетать одно с другим. А вот, кстати, сочетать одно с другим. В свое время, где-то я не помню, где прочитал об этом, салат Оливье называется, да, у нас французским словом. И придумал его повар Оливье, француз. Но салат считается русским. Его называют во всех ресторанах западных русским салатом. Да, это русский салат. Потому что вот это все смешать вместе могло прийти в голову, как думают европейцы, только русскому. А пришло-то это в голову изначально французу. Вот сама по себе история смешивания одного с другим, она ведь вам свойственна, правда? Да, конечно. И как вы с этим живете? Живете. Как вы с этим живете? Живете вы хорошо. Где вы грань-то нахуй? Вот ты сказал было уже о том, что должна быть мера. Совершенно верно. Как эту меру не перешагнуть? Ну, здесь это внутренний камертон какой-то должен быть. То есть тут чисто интуитивно получается? Раньше да, сейчас уже есть какое-то внутреннее ощущение, внутренние правила, внутренний регламент того, что лучше не делать и того, что лучше сделать. Ну, во всяком случае, в написании. Если мы говорим про написание композиции, да, то есть есть определенное, так сказать, лично у меня уже она выработалась, определенные правила игры. То есть, да, что, чего я лучше, чего я не должен делать, что я могу делать. Это не секрет? Что ты не должен делать? Ну, хотя бы один пункт. Знаете, там как бы там своды. Там даже не пункт. Естественно, как бы музыка и композиция песни рождаются не от того, что есть правила, естественно. Да, что впоследствии они просто вырабатываются, что вот так лучше не делать. Они часто связаны с какими-то техническими оснащениями. То есть, если я пишу какую-то композицию, я понимаю, что, ну вот, например, вот туда голосом я уже не полезу. Да? Этого не нужно. Нахожу лучший вариант. То есть, это сложно рассказать. Легче самому пробовать и свои вырабатывать какие-то моменты. Но по факту я очень рассчитываю на то, что те люди, которые сейчас занимаются музыкой, которые пишут искреннее какое-то творчество, да, музыку, они имеют минимальное количество правил. Я очень на это рассчитываю. Тут Рифат Акчурин написал замечательное сообщение. 10 лет для становления столько не живут. Рифат, вот какая штука. Когда я говорю становление, я имею в виду несколько иное. Может быть, музыкант становится серьезным и интересным гораздо быстрее. Я говорю о коллективе. Я говорю об имени. Я говорю о том бренде, который носит группа на себе. Это действительно так. Потому что за три года существования программы здесь побывало уже невероятное количество музыкантов. И мы следим практически за всеми, кто достоин этого. И как показывает практика, вот примерно плюс-минус, там год-два, минус-плюс, но где-то примерно в этой фронде взаимоотношений с обществом. 8-10 лет для того, чтобы о коллективе заговорили не просто любители, да, там, небольшая группа постоянно приходящих на концерты поклонников. А вот пресса хорошо заговорила, чтобы уже это имя стало известным, чтобы это имя воспринимали как достояние. Это действительно время, которое должно пройти, и без этого никак. Как это бывает в бизнесе, в радийном или телевизионном бизнесе. Круг, как говорят, 3-5 лет. Если человек сел к микрофону и через три года стал известным, ну, для какой-то части аудитории, это уже большая победа. Обычно 5. И надо это принимать, и надо это понимать, и к этому надо относиться очень трезво. С музыкой немножко сложнее, потому что музыка гораздо более тонкая материя, чем бла-бла-бла в эфире. Понимаешь, какая штука? Ну, в каждом деле есть свое мастерство. Я подготавливаю сейчас почву и атмосферу для того, что сейчас произойдет. Потому что я даже сам не понимаю, как это. Но то, что будет звучать дальше, я убежден, вызовет резонанс в сердцах и душах тех людей, которые слушают эфир сегодня. Потому что кавер на эту группу в их исполнении я себе даже и нафантазировать не мог. Даже в страшном с небом мне не пришло в голову, что они могут себе это позволить. Давай не будем говорить, что это за группа, просто название песни. Все как у людей. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня. Все нормально? Попей, пожалуйста. Ну что, погнали, помолясь. Поехали. 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 кавера на гражданскую оборону я лично еще за всю свою творческую жизнь не слыхивал. Скажи мне, пожалуйста, дорогой Савва, как тебе это вообще в голову пришло? На самом деле... Группу Хозе не хочешь перепеть? Ну, я так, на всякий случай. Мне у них тратить пистяна на нас. Я понимаю, да. Нет желания Хозе перепеть? Нет, Хозе нет желания перепеть. Я, в общем, я бы, наверное, порадовался, если бы группа Синегда Хамонок это сделала бы. Но гражданка это действительно уникальна. Как тебе это в голову пришло? Честно, да никак. Просто мне нравится гражданская оборона. И я рассматриваю это. Может быть, конечно, будет слишком пошло звучать, потому что сейчас очень много внимания уделяется, в принципе, персоне и группе. Уже не только в лице, так сказать, фанатов, но и в лице определенных, там, не знаю, каких-то поэтических сообществ. Но я действительно считаю, что его материал это очень хорошая почва для какого-то собственного копания в себе. Ну, летовский материал, безусловно, это материал погружения, само собой. Просто мы-то привыкли, и общество привыкло к тому, что гражданская оборона — это нечто более такое, знаешь, хулиганское, улично-жёсткое. Ну, конечно. А в вашем исполнении такая нежная, практически... Конечно. Вот мне кажется, что воспринимать музыку сейчас на уровне как раз грустно-весело, плесовая-неплесовая, глупая, умная — это всё абсолютно неправильно. А как надо? Вообще. В контексте воспринимать, мне кажется. То есть как надо вообще? Вы понимаете, да, то, что композиция гражданской обороны прозвучала сейчас здесь на радио, а может запросто сейчас звучать и в переходе, а также ещё может звучать и у какого-нибудь, так сказать, интеллигента, будь он не ладен, где-нибудь в подвале. Её там чё-нибудь делает, развлекается. Согласен. У интеллигента, будь он не ладен, может засуществить всё, что угодно. Я сталкивался с людьми, интеллигентнейшими, дальше некуда, театральная среда, которая просто плачет под Катю огонёк, ты понимаешь? Да. Просто вот зона, тюрьма, и человек сидит с образованием высочайшим, потрясающе талантливый интеллигент. Это тоже определённая игра контрастов, я тоже замечал, и на самом деле это прекрасно даже, мне кажется. В этом есть. Это мило. Арсений Безумов давно написал, правда, я только сейчас заметил, выработать свой язык задача настоящего художника. Насколько вы сами довольны результатом своего труда, и насколько важно для вас мнение окружающего? Доволен я никогда не буду. Хорошо. Знал, что сказать, молодец. Окружение, точнее, как там было сказано? Мнение окружающих. Мнение окружающих. Нет, но есть определённый пул людей, который мне, естественно, важен, их мнение, но это исключительно связано с тем, что развиваемся вместе и двигаемся, так сказать, в одном каком-то, работаем в каком-то одном эстетическом поле. Но если разговор идёт о каком-то, не знаю, просто мнении типа, а, это хрень, или мне это не очень нравится, ну, это нормально. То есть, окей. Мне тоже не очень нравится. А есть что-то в музыке, чужой музыке, что тебе действительно вот эта хрень не нравится? Мне надо называть имен, чтобы никого не обидеть, если что. А я сейчас скажу. Давай, ну тогда скажи. Нет, на самом деле, я даже не знаю, про кого сказать. У меня нет такого прям конкретного, что кто-то мне не нравится или типа того. Ну, давай тогда поговорим вот о чём. Ты можешь слушать любую музыку в таком случае? От классической? Я могу слушать, да, разную музыку, но единственный вот жанр музыки, который почему-то мне не заходит абсолютно, сколько я не пытался, мне было очень тяжело, это реги. Вообще никак? Никак. Почему? Не знаю. Рогама фанта, да, фанк ещё. Ну, фанк, это с этим связано отдельное время, которое просто очень много было посвящено фанку. Но, опять же, я уверен, что это прекрасная музыка, я знаю, насколько эта музыка хороша, просто лично мой вкусовой рецептор начинает от этого кричать. То есть тебе это не нравится? А всё остальное ты терпишь? Нет, я не терплю. Я нахожу... Что-то хорошее. Я во всем нахожу что-то прекрасное. На серьги просто какой-то фокус происходит. Не могу ничего поделиться. Вот у меня тот же фокус с шансоном, ну, с блатным вот таким всем. Тоже самый фокус. Вроде говорят, песня за... Чувак, да это же песня за жизнь. Ну, чё ты, ну как? Ну, послушай, там же нормальные пацаны про нормальную жизнь. Не могу. Вот у меня тот же самый рецептор, видимо, он не в том месте. А к реги, кстати, я отношусь гораздо более терпимо. Я понимаю. Да. Во всём есть хорошее, во всём есть, наверное, недостатки какие-то. Их можно раздобыть обязательно при особом-то желании. Лекса пишет. ГО, мама дорогая. Ну, просто взорвали мозг. Я же говорю, что люди должны на это реагировать, потому что в вашем-то исполнении этого уж точно никто не ожидал. Ну, точно никто. А есть ли какие-то ещё кавера у вас в вашем творчестве? Да нет, мы редко с любым играем. Просто иногда так случается, что мы собираемся, так сказать, в кругу друзей, и иногда хочется что-то исполнить как бы общенародное, грубо говоря. Это что такое? Ну, в смысле, если ты, грубо говоря, друг у тебя просит, сыграй ко мне гражданскую оборону, я играю, грубо говоря. Нет, ну, общенародное это что? Ну, нет, я... В лесу родилась ёлочка. Да нет, нет, конечно. Это каверы. Каверы. Но в своём репертуаре мы это крайне редко используем, только вот то, что действительно, нам кажется, идёт в какой-то разрез с нашим ощущением. Мне вот, например, очень нравится Вене Дыркин. Дыркин, да. То есть у меня есть какие-то каверы. Ну, это исключительно для собственного использования как бы в программу это никогда не пойдёт. Ни в коем случае. Ну, опять же, мера. То есть ты считаешь, что Летов нормально, а Дыркин не очень? Нет, я считаю, что и Летов, и Дыркин это очень хорошо, но... Нет, в программу. Я понимаю. Вот в программе я, чаще всего, как раз не играю Летова. То есть это просто... А сегодня это что было? Это был сюрприз, получается. Как вы сказали. А, дайте бог здоровья. То есть ты, в общем, в принципе, на концертах этого не поешь? Нет, нет, я этого не пою на концертах. Значит, это эксклюзив? Ну, у вас, да, у вас есть эксклюзив. Народ потом будет это выдёргивать и по интернету рассылать и раскидывать. Да, чтобы нас, нет, не засудили. Секунду, секунду, но вы же не зарабатываете на этом. Вы же сказали, что это кавер, РГО, никаких претензий, вопросов быть не может. Кстати, надо сказать спасибо звукорежиссёру сегодня, Сергей Горьев за звукорежиссёрским пультом. Звук вы слышите, тот, который вы слышите, это его рук дело. Ну, давайте пей дальше. Химия. Давай химию. Как всегда, живой звук. В программе живые. Здесь сегодня синегдах и монток. Погнали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ведь я последний повод остаться. Научи меня. Субтитры создавал DimaTorzok Я бы мог за тебя пропасть Найти своё слабое место В кричащую пропасть, сигарь, чумазым лицом прореветься Научи меня. Это просто это. Адрекции Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают А Савель что-то говорит головой Не отмотает У нас есть одно Первое видео, которое у нас было Это было лайв-видео, которое мы сами сняли У себя в коморке Оно называлось «Бесконечности простых чисел» В принципе, этот видос до сих пор Как-то еще броит по интернету И нам он очень нравится Мы его сделали своими силами Просто репетиционная запись получается Да, но она красивая Я верю, что можно снять красиво все что угодно Даже репетиционную запись Я говорил о клипах полноценных У нас вот как раз есть один клип От, получается, от режиссера С которым он как раз поработал В предыдущих вопросах это было Антон Коломеец И вот получается у нас как бы один клип Мы сейчас планируем У нас сейчас, естественно, собирается Какой-то новый материал Частично мы его как бы как раз сегодня и сыграли Подожди, еще впереди куча времени Мы сейчас сыграли Не вводи в заблуждение И планируем, естественно, снять какие-нибудь видеоклипы В принципе, я сейчас не вижу, на самом деле, смысла, в принципе, в клипах Как в средстве Не знаю, мне кажется, что это определенная Как бы визуализация Да Я бы рассчитывал видео Я бы воспринял видео как коллаборацию, скорее всего Чем продукт от группы непосредственно Почему это так? Ну, потому что разные взгляды Разные режиссеры над этим хотят работать Разные люди в итоге Так это же в этом же и прелесть Когда ты вкладываешь один смысл А режиссер талантливый Трактует, да, конечно Трактует это по-другому И открываются новые какие-то горизонты Хуже клипы, где Ты поешь «Я иду» И снимают, как ты идешь Ты поешь «Я пою» И все снимают, как ты поешь Навстречу девушка идет И идет на встречу Хуже вот такого вот подхода? Конечно же нет Но если режиссер вдруг видит в твоей песне Что-то совершенно необычное Для тебя Но для себя абсолютно понятно Нет, конечно В этом есть толк И клипы будут Просто Мы сейчас как раз в процессе У нас есть очень хороший наш друг Режиссер Леонид Гринштейн И Также вот Антон Беркасов Такие вот ребята И С каждым из них мы планируем снять По видеоматериалу Под какие-то песни Но мне сейчас сложно об этом говорить Потому что все в процессе разработки И Но планы есть Конечно планы есть Это очень хорошо Посмотрим, что из этого выйдет Пока это как бы Не имеет смысла Клип это большое подспорье Зря ты так Потому что их растаскивают Их забирают И к себе кладут Ну это в соцсетях Это такая штука Люди сейчас мыслят Все равно такими маленькими Картинками Я понимаю Картинками Да И вот картинку легче воспринимать иногда Человеку Большинству Так уж сложилось 46-47 Это короткий номер для смс К ваших Сначала пишите свои Про Бильчика А дальше все Что хотели бы Адресовать коллективу Это могут быть вопросы Это могут быть Эмоции Впечатления Вот например Илья Аулинев пишет Привет же вы Опять удивляете Очень нравится И идти в кочерыжку Вношу новое имя В свою фонотеку Что бывает Весьма Редко Пишет человек Пожалуйста Всегда пожалуйста Iron Maiden 22 Пишет вот что Спасибо из Санкт-Петербурга Я вообще обожаю Heavy Metal Но сегодня Для себя открыл Новый стиль И новую группу Слышишь металюки К вам на концерт Придут с хайрами Да здорово Ну уж клево Еще в коже С хайрами Со всеми делами О и будут подпевать А такие еще остались Я просто уже давно не видел Отстал ты от жизни Полно Полно Здорово Значит Влада пишет Ваша музыка это то О чем сложно говорить Можно только ощущать И наслаждаться Спасибо вам за все Что вы делаете Это прекрасно Причем самое интересное Что такого рода Сахарные отзывы Уж прости Не только от девочек Но и от мальчиков Да А есть что-нибудь плохое-то В конце концов Ты знаешь я ищу Ищите пожалуйста Периодически ищу Мне вот это очень интересно Но пока не вижу Такого чего-то Что можно было бы Зачитать Никто Ну знаешь как К этому моменту Я полагаю Что те кому это не нравится Уже ушли А те кто есть Сейчас здесь Они кайфуют Потому что им это нравится Поэтому Ну если кто-то Задержался Кто хотел было уйти Но его сегодня Ну просто привязали К столу К батареи Я уж не знаю Как у вас там складывается жизнь Может быть вы в заложниках сейчас Но вы и слушаете Хоть вам это и невыносимо Тяжело Напишите пожалуйста Какую-нибудь гадость Парням хочется видимо Кроме приятного Получить какой-нибудь Слишком гладко Ну что я могу сделать Потом сам почитаешь Все что писали Сам поймешь Как оно происходило Давайте будем еще петь Что это будет Это будет Ариады Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Синегдахомонток Как я научился произносить Синегдахомонток По-московски прям Погнали Синегдахомонток Если хочешь Ходить по воде Учись Ходить под водой Исхудавший старик Станет маленькой девочкой И же сила небеси И же нас волке И не чудо Трешта в ней никого, никого не жалко Если хочешь ходить по воде, учись ходить под водой Твоя бабушка кладет сына молодою рукой Хочешь, я покажу тебе фокус, достану из ряпы Твои молочные зубы твоего усопшего папа И вот исчез свет, и вот исчез звук, осталась река И я ходите, а вы ходите Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну все-таки современные музыкальные технологии Насколько помогают В общем, гитара, голос и ничего больше Голос, как инструмент, звучит потрясающе Анатолий Михайлов пишет Ну вот видишь, как открыли мы ящик Пандоры Вот мне невыносимо и тяжело это сейчас слушать На концерт срочно хочу Пишет Анатолий Михайлов Сергей Малявин, привет живые А мне просто нравится Сначала, правда, вокал немного покоробил Но потом понял, что тут так и надо Люблю такой ло-фай Правда, я весь прошлый год Sonic 10 слушал Вот валя ваша, а чем-то они похожи Соня Дэс крутая группа Ну все, видишь как, уже сравнивают Григорий Груз пишет Меня привязали Не привык к такой музыке Но непривычно и поэтому интересно А теперь понимаю поговорку Любопытство кошку сгубило Затекивает, блин Не знаю, я старательно ищу что-нибудь Но не нахожу, кроме приятных слов ваш адрес И в принципе это справедливо Слушайте, мне стало вот сейчас интересно Походу, когда ты пел под гитару Вот только что один А твои коллеги терпеливо ждали Когда что закончишь А им тоже поиграть хочется Как вы строите аранжировки-то? Ну понятно, что там у Жени У него это сковородка, на которой масса всего И он может это все выплеснуть сразу Кто решает, что будет звучать в той или иной композиции А что нет? Потому как тексты твои, а музыка? Музыка тоже моя Но есть некоторые композиции Для которых писал музыку не я А кто? Тоже вот мой очень хороший друг Федор Переверсев С которым мы тоже и с Савой работаем Который в Нальчике Который сейчас в Нальчике Который Моа Пилар Подождите, давай уже расскажем Что он там снимает? А он не снимает Его снимают Его снимают? В рамках фестиваля Beat Music Насколько я понимаю И там была какая-то идея Как раз коллаборировать Московского электронного продюсера С местными этномузыкантами Такая история Такая вот То есть такой World Music получается? Ну посмотрим Мы не знаем, что получится Это больше эксперимент Они сами не знают, что получится Это такая документальная история Ну это как с сексом Никогда не знаешь, получится или не получится Это надо заниматься им приятно Ну вот так же и здесь Хорошо, творчество таким и должно быть Никогда не знаешь, получится или не получится Или вернее, получится то, что ты задумал или нет Часто же бывает Я с этим сталкивался тоже неоднократно Когда люди говорят Мы задумывали вот одно А в результате это получилось совсем другое Но ничуть не хуже того, что мы задумывали А то даже и лучше иной раз Да, извини, я тебя прервал В тот момент, когда мы говорили об аранжировках Как это все происходит у нас? Если мы говорим про записи То это коллективная работа Вот Если мы говорим про написание композиции Не записи, а написание То... Нет, подожди, вот смотри Я сейчас... Это очень важный такой момент Вот смотрю на Жене, да? Гитара Это инструмент понятный Один аккорд, другой аккорд Какие-то там эффекты в педальку И понимаешь ты, как это звучит Вот в этой вот штуковине Звуков немеренное количество Ну все зависит от как раз нашего выбора звуков То есть... Кто выбирает? Я и Федя и Сова и Женя Все выбирают То есть это коллективный подбор звуков Сколько ж надо раз бедному корытову вот это вот сыграть? Нет, нет, нет Сперва нужно написать композицию Потом как она должна звучать Представить это А потом уже искать нужный звук Если по пункту, то примерно так Но чаще всего это бывает еще То есть если брать какие-то композиции Вот, например, последняя песня, которую я сейчас играл У нее еще нет аранжировки Я ее еще пробую, грубо говоря Я ищу ее Поэтому все в процессах Мне просто немножко непонятно Потому что этот пед, он звучит как абсолютно нормальный полноценный инструмент Масса всего Как из этого всего выбрать то, что нужно и что должно Нет, нет, мы туда заливаем то, что нам нужно Заливаем звуки, которые нужны Но я понимаю, что вы делаете те звуки, которых не достает То есть у нас скорее есть проблемы потом после записи Как это все адаптировать под Под лайф Да, под лайф, под живое выступление Потому что порой в сессии может быть звуков намного больше Нежели чем Возможно сыграть там втроем, вчетвером Вот я-то вот об этом и подумал И поэтому как бы ищутся какие-то решения То есть компромиссы и так далее Но на самом деле, мне кажется, нет ничего страшного Невозможного нет Невозможного нет и страшного ничего нет В том, что лайф может быть немножко другим Нежели чем запись То есть мне кажется, даже это интереснее А так и чаще всего и бывает Очень часто говорят Люди, которые слушают в живых Что в записи оно одно звучит А в живых совершенно по-другому Другая энергетика Григорий пишет Вот кот сегодня, на удивление, тихо сидит рядом со мной на стуле Даже колбасу не вымораживает И за руки не цепляется каждую Когда печатаю Насколько даже кота проняло Это кошачья музыка Вот тот самый случай, когда чем дальше слушаешь Тем больше нравится Эволюционирует от некоторого недоумения От некоторого недоумения до восторга Вот что Значит, Юлия Усова пишет До эфира поискала музыку Название «Лебединое мясо» оттолкнула Писала, что с детства резкое неприятие Браконьерство Отец-охотник Первое впечатление от этих слов Но все-таки прослушала первую песню на стене Будущее затянуло Невероятно и красиво А уж по мере эфира Влюбляюсь все сильней В Вертинске и «Книга мертвых» нет слов Одни эмоции Значит, кашель сработал А многие писали, что очень хорошая финалочка Кстати, имеете в виду Это, может быть, находка После чего ты закашлялся, ты помнишь? Да После слов «Царство небесное» Это может быть фишкой в этой песне Реально Давайте еще споем что-нибудь Да Что «да»? Бесконечное множество простых чисел Как всегда Живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня «Синяк» и «Хамонток» Поехали Полностью гулы Только имя В 7.37 Из пункта «А» в пункт «Б» В точке «С» Машина сбила гражданина Выходящего из магазина Тем временем земля Крутилась в пошлом круге Нас тошнила я Умываю руки Полностью гулы Только имя Упущенное из виду Когда-нибудь Мне врежется В смех Пока Выносимо Жди И выноси мозг Не жалуйся У нас есть все И ничего не трогает Всегда Пожалуйста Я буду вовремя Когда нас Сгонят с мест Выстрелят Фонари Выйдут все Сволочи Из клеток Ленивые львы До скорой помощи Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А время-то катится, осталось всего 10 минут до конца Рифат пишет Мне на ум приходит Гея Кончей Ленино Катамадзе Не говорю, что похоже, ни в коем случае А мне вот на ум почему-то после этой песни Пришел товарищ Хармс Уж не знаю почему Но какое-то такое вот интересное Очень внутреннее ощущение От текста этой петь Ты читал Хармса? Да Ну естественно Ты же нормальный, интеллигентный человек Ой-ой-ой Да, так вот Так вот, что касаемо Хармса Нравится ли тебе его творчество? Так начиналось Я думаю, что Светлое июльское утро Нет, я думаю, что Я бы просто не стал отвечать по поводу Именно нравится, не нравится Ну хорошо, близко тебе это или нет? Близко Вот, вот, вот Хотя бы так Я, собственно, и не пытался Я понимаю, но Именно анализировать я бы не стал Своё творчество И Хармса Подожди, это я сейчас сделал Я тебя спросил А, анализируйте Продолжайте Продолжайте анализировать Я же тебя и спросил Насколько тебе это близко Вот в этой вещи Почему-то я услышал отголоски Хармса Не знаю почему Ну, может быть, я и не прав А Савелий вот кивает Он, видимо, согласен со мной Наверное Ну, я надеюсь Хотя бы он со мной согласен Если ты не очень Может, Женя со мной Хоть кто-нибудь со мной согласится Сегодня в этой теме А нам всем просто Очень нравится Венечка Ерофеев Да, Ерофеев тоже прекрасен Нам все время кажется Ближе к Ерофееву Да, это я шучу так На самом деле Ну, не знаю, не знаю Был период Был период Как раз первой пластинки В неклассное чтение Когда была какая-то игра С литературой Но она была исключительно То есть Были приёмы архаичной Архаичной поэзии Архаичных каких-то авторов То есть ни в коем случае Это не претендовало На какую-то современную штуку Ну, как приём определенный Сейчас как бы мы Особенно с этим Стараемся не играть Стараемся как раз По-своему Почему? А? Почему? Ну, какой-то по ощущениям Пройденный этап То есть вот Воспользовались этим Бэкграундом Нам он показался интересен Сейчас идём дальше Опять же Развиваем свой Это здорово Это круто Одна же песня у нас По-моему осталась Запланированная, да? Да Да Какая на похореннометражу? Она у нас Минуты три Три Отлично Я теперь как-то знать буду Просто хочется песней закончить Хорошо Эфир Поэтому мы ещё пока Поговорим Народ продолжает писать Всех ские разные Вещи интересные Любопытствуют По поводу всего Что происходит с группой Я сейчас хочу под финал Вот куда вас повести Музыка у вас не коммерческая Вы это знаете Да Это, по-моему, и ёжику Понятно Музыка у вас не из той категории Ну, скажем Которую легко продвигать Вы это тоже должны понимать Это я вам как Программный, генеральный Всё что угодно здесь, да? Говорю Как продюсер может быть даже Это не такая простая задача Именно поэтому, возможно, снегири Ухватились за вас сначала А потом как-то вот и решили Что этого не надо На самом деле Это скорее мы решили Что нам Дай вам бог здоровья Но это не Лепс Понятно Лепс тоже хороший исполнитель Но и с ним проще Немножко Он поёт много каверов На других музыкантов Уже известных в мире Вот Поэтому, собственно С ним проще Музыку узнают Ваша музыка своя И авторская Причём очень непростая С одной стороны Я очень это поддерживаю Потому что я тоже считаю Что заниматься И стихотворчеством То только своим Тем, которые тебе близко С другой стороны Очень бы хотелось Чтобы группа Синегдохамон Так зарабатывала На музыке Чтобы в конце концов Вы могли сказать Вот мы прокатали Турчик небольшой Из 45 городов Вот в 50 Ещё 5 городов У нас будет Вот буквально Через неделю А в следующем году Мы решили Что нам так много Не нужно Мы городов 30 возьмём Остальное Как-то поотдыхаем На Канарах Может Очень хочется Вот как вы Представляете себе Это будущее Возможно ли В России С такой музыкой Ну тупо Зарабатывать На жизнь Ну плюс-минус Да У нас Плюс сколько Плюс-минус Задачи именно Зарабатывать на Синегдохе Нет Ну Да просто Наверное нам повезло Что мы тоже Мы зарабатываем музыкой Только в другом контексте Да И поэтому Как бы у нас Синегдоха Не продвигаетесь То есть вы эту музыку Делать популярной В том плане Чтобы зарабатывать Не собираетесь Ну Продвигать не собираетесь Если так все получится То это хорошо Если нет Ну Да вряд ли получится Это надо нарушно делать Мы как бы и не стремимся Мы говорили с тобой Культуру надо насаждать Вот в этом-то и проблема Русского человека Куда же уже Плюнуть негде Насаждать культуру надо Хорошую культуру Правильную культуру Надо насаждать Это как бывает С многими очень группами В этом признается Аудитория тоже Частенечко Что вот как-то В первый раз услышал Ту или иную группу Ну сейчас говорю Так от балды Сразу не понял Как-то и не понравилось А вот пока в ротации Крутится радиостанция Своё радио Да Фоном всё время звучит Слушайте А ничего Вот они пришли в программу Живые Так я прям кайфую Какие они клёвые Ко всему доходишь До всего доходишь Ко всему приходишь Со временем Это я всегда говорю о том Что эти самые Маслины Или оливки Кто из них синий Маслина Синяя маслина Маслина Оливка ещё зелёная Так вот Маслины Я был маленький совсем У меня запах От запаха выворачивал Я не мог на это смотреть А люди я помню Знакомая одна ела банками Шли годы И где-то так В каком-то определённом возрасте Я увидел баночку В магазине Что-то так Так хорошо пошло Ты понимаешь В общем Наверное Многие вещи Человеку приходят с годами И понимание тоже музыки В некотором смысле И понимание уровня культурного Который есть в стране Дай бог он есть Но культуру всё же надо насаждать Надо заканчивать Сейчас вы будете петь Финальную вашу песню В качестве анонса сообщу Что завтра в программе Живые Но совершенно другая музыка Группа Crossroads Сергей Воронов Это Понял тебя Не произноси вслух Что не знаешь эту группу Тебе должно быть неловко Но тем не менее Я предупреждаю всех Тех, кто слушает Программу Живые Постоянно Завтра Тут будет немножко По-другому всё звучать Гораздо громче Шумнее Вот И даже Я полагаю И не по-русски иногда Чем закончите? Чемоданом Чемодан-вокзал Почти Спасибо, братцы, что были Вы клёвые, реально Спасибо вам То, что вы делаете Это по-настоящему хорошо Это по-настоящему уникально Мало кто позволяет себе Играть вот в такую музыку Это здорово Ждём от вас следующего альбома Всем пока До завтра Синек Дахамон так заканчивает Свою музыкальную программу Песней Чемодан Поехали Там, где черта Место плохо и очень много Мы купьём любовь, а остальное пропьём И слежем палаты Жизнь — это граната В детских руках В детских руках Ты не узнаешь Святая милиция Разобщи мои традиции Я хочу изменить Мне обещали, что я умру солдатом, мама На выжатом поле, красном камзуле С разорванным сердцем